Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Подходит к концу 2019 год И я думаю, что пора уже начать подводить некоторые итоги этого самого года Всё-таки, знаете ли, конец десятилетия, да и всего такого Поэтому я думаю, что будет не лишним высказаться на разнообразные темы Ролик с ответами на вопросы выйдет 31 декабря в 20.00 Вы сможете его посмотреть А потом вот прям сразу, знаете ли, пойти и начать слушать то, как выступает наш великий президент Но перед этим, что я бы вам хотел сказать Аризона Ролеплей Феникс IP А также мой никнейм, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня Всё это находится в описании под данным видеороликом Заходите туда и смотрите все эти вещи именно там Так вот, сегодня у меня, у вас, у меня на канале топ 5 недооцененных ютуберов Перед тем, как начать рассказывать про этот топ, нужно сказать то, как расположены места Изначально я хотел расположить их хаотично, но не вижу в этом смысла Думаю, расположить их как-то в порядке такого, знаете ли, возрастания От людей, которые более-менее как-то, ну, ещё оценены До самых недооцененных, которые будут на самом первом месте Можете пока что там, знаете ли, написать, кто вы думаете будет в данном топе И вообще всё прочее Думаю, что можно уже начинать Я также буду попутно объяснять то, почему тот или иной человек находится на таком-то месте Вот, почему я его поставил именно вот так вот И многое-многое другое Кстати, если под этим видеороликом наберётся большое количество лайков То выйдет топ самых переоценённых ютуберов по GTA Samp Можете там ставить вот эти вот свои все лайки И я подумаю над тем, чтобы сделать нечто подобное У меня уже есть идеи того, кого туда можно включить И сделать прочие вещи Так вот, на пятом месте у нас расположился мой хороший друг Empire Вообще, я поставил сюда большое количество своих таких, знаете ли, друзей, приятелей Потому что они являются ютуберами И... ну, а почему бы их сюда не включить, да? Потому что они делают контент И, как лично мне кажется, они недооценены от слова совсем Поэтому вот, на пятом месте у нас Empire И вы можете сказать, да, вот что такое недооценённый-то вообще? А недооценённый, как лично мне кажется, это человек до 100 тысяч подписчиков И с таким, знаете ли, маленьким количеством просмотров И это, в самом деле, Empire Хоть у него и 50 тысяч подписчиков Хоть у него и есть ролики, которые набирали там по несколько миллионов просмотров А как лично мне кажется То есть у меня какая вообще мечта есть на всём этом ютубе за тысячу роликов Разумеется, она, скорее всего, невыполнима Хотя я не знаю, если честно, я не ванга Я сказать не могу В общем-то, миллион просмотров на любом видеоролике И 10 тысяч подписчиков Это то, что мне нужно для счастья Да и, в общем-то, всё Но, Empire, давайте вернёмся вот конкретно к нему Что можно сказать по поводу канала Empire? Это разношерстный контент Вот прям максимально такой, знаете ли, контент для всех людей Чтобы, знаете ли, никого не обидеть Тут и контент такой, знаете ли, GTA-шный И контент такой, знаете ли, стримовой вот этот вот весь И, ну, в общем-то, много всего тут есть И самое, что хуёвое То, что заходят на канале Эмпулрайна, Empire и прочих людей Которые, ну, ладно, там прочие люди сборки вроде как не делают В общем-то, заходят у него сборки исключительно Ну, хотя, как заходят, как бы Вообще, нормальная статистика по каналу Это чтобы у тебя твои видеоролики за 24 часа набирали 10% от количества подписчиков Если они наберут меньше, повод задуматься Если они наберут 50% от количества подписчиков То канал на высоте И ты красавчик А у Empire, ну, будем честны Сложно ролик найти, который бы, ну, 10 тысяч собрал Ну, вот ты листаешь 4, 2, 4, 200 А 2 тысячи, потом там 10 тысяч, возможно Потом, там, я не знаю, ютубер по GTA со Азот украл видео 9 тысяч просмотров И ты как-то на все это смотришь И, ну, грустно, что ли И сейчас Эмпулрайна, Empire, ушел в стримы Стримит, там, непонятно, что будет дальше Но, видимо, стримить ему нравится Я вообще заметил такую тенденцию Что большинство ютуберов уходят в стримы И остаются вот как-то там Не знаю, с чем это связано Лично мне стримы, ну, не особо нравятся Так вот В общем-то, про Empire сказал много Батлкул, четвертое место Если бы, вы знаете, мы прогнали всех уебанов Уебков Гнит с самп ютуба И начали бы строить нормальное элитарное общество Батлкул был бы ответственен за развлекательный контент для детей Вот если вам нужен какой-то нормальный развлекательный контент Не вот этот вот, блядь, там, я не знаю Купил аккаунт за 3 рубля Или там, блядь, поставил Как это, сука, ограничитель скорости Там, на людную улицу Да, посмотреть на реакцию игроков Там, или еще какая-то прочая хуйня Ну, это ж пиздец Или там задонатил стримеру Посмотрим, что он скажет Вот, ну Мне это не нравится И мне это непонятно Но Батлкула я вот смотрел И сейчас тоже, бывает, посматриваю И у человека так же практически 50 тысяч подписчиков Но сложно, опять же, ролик найти Который бы, знаете ли, 10 тысяч собрал Ну и хуево достаточно При том, что контент-то неплохой Контент никак не изменился И, возможно, если в Батлкул выкладывал ролики почаще Как бы, там, знаете, конечно же, не каждый день Но хотя бы, я там, не знаю Ну, побольше, нежели сейчас выходит То, мне кажется, было бы получше Но превьюшки немного изменить Потому что то, что есть сейчас Ну, это какое-то Конечно, они, такие, знаете ли, кликбейтные Может так сказать Даже не кликбейтные Наверное, громкие превьюшки Но, тем не менее, они Ну, лично мне не хочется на них нажимать Потому что они какие-то простые Без какой-то цветокоррекции Без всего прочего И вполне возможно Ну, человек недооценен, скажем так Батлкул, в самом деле, недооценен И сейчас уже, ну, как-то Достаточно хуевастенько Все это проходит То есть, пять тысяч просмотров Три тысячи четыре И вот я и говорю, что десять тысяч Вот, на эти ролики Которые бы десять тысяч собрал Вот бывают какие-то редкие Такие, знаете ли, вещи Когда, в самом деле, собирают ролики Такие просмотры Но, такое случается очень редко Ладно, давайте перейдем уже Непосредственно к следующему человеку Это у нас третье место И кто бы вы думали на нем Андрюха Киевский У него также нету Ста тысяч подписчиков При том, что он Занимается Ютубом Вообще достаточно долго Вы знаете Вот я много раз Рассказал эту историю Если бы не Андрюха Киевский То А меня бы в GTA Самп Ютубе не было Если бы не Данил Геррера Не было бы самп-обзоров Поэтому вот И Ну Человек Зарегистрировал канал В 2011 году Канал Я не знаю Там как В общем, не важно Не буду перезаписывать Все одним дублем Как говорится Вот А создал канал В 2011 году Насколько лично я понимаю Активно начал его ввести В 2013 И вот с 2013 Прошло уже Получается практически 7 лет Канал за Это время Набрал 50 тысяч Подписчиков Ну там Сейчас побольше Я точно не знаю Сколько там И понимаете С контентом Который делает Андрюха Киевский Это вот в самом деле Это Ну Молодец Можно То есть практически Уже 60 тысяч подписчиков Но По просмотрам Все немного получше Чем Батлкул Или там у Эмпайра Тем не менее Тем не менее То есть Ну Я не знаю Я вот просто Ну я не знаю Как лично мне кажется Андрюха Киевский Заслуживает намного большего И его Недооценили Почему-то Потому что наверное Новые люди Которые приходят в GTA Сам Ютуб Вот эти вот дети Посмотреть Да Вот это вот Все Они Как бы уже Там на Хьюго Ромера На какого-то Заходят на прочих Людей А вот Про каких-то Старожил Узнают из Каких-нибудь Рекомендаций Достаточно редко И то Непонятно вообще Как Все это происходит Но Андрюха Киевский Тем не менее Вызывает у меня Такую знаете Дань уважения Я Обожаю Андрюха Киевского Смотрю Если не каждый ролик То стараюсь Хотя бы Через ролик Смотреть Но если Идут подряд Какие-то Очень интересные ролики То не пропускаю Ни одного И Ну в самом деле То есть Вот опять же Практически 60 тысяч подписчиков И ну Найти ролик Который 20 тысяч Собирает Можно Можно найти ролик Который 30 тысяч Собрал Но Это сложно И Но Андрюху В самом деле Недооценили Вот Один Вот с этой Вот самой тройки Начинаются люди Которых недооценили Наверное Больше всего То есть Столько заниматься Ютубом Столько заниматься Вот этим вот Всем контентом Иметь такой охуительный Голос И даже сейчас Превьюшки Андрюха начал делать И Ну Непонятно Непонятно Лично мне Почему Все Мир несправедлив Гениев Вот в этом топе Расположились чисто гении Гениев Начинают как-то воспринимать Только после их смерти К сожалению Ну Да В общем-то Второе Место Это Ну Наверное Многие уже догадались Кто Ангел Касада Расскажу почему Не на первом месте Потому что на первом месте Там прям вообще там Самый блять Недооцененный человек В мире На втором месте У нас Ангел Касада Я познакомился с ним По-моему В начале 2018 Года Могу ошибаться Вроде в начале 2018 Года Я с ним познакомился И за все это время Лично он И меня произвел впечатление Достаточно Охуительного Такого знаете ли Начитанного Эрудированного Можно сказать Человека В общем-то Философ Самповский Я не знаю Чего он забыл в Сампе Его Бог сюда послал Чтобы он на большом Ютубе делал Какие-нибудь ролики Познавательные Для всех вот этих вот знаете ли Плебеев Он в Самп Ютубе трется И Понимаете ли В чем дело Как бы У Ангела Касада Ну Двадцать там Одна тысяча подписчиков Двадцать одна семьсот И Ну Ммм Такое Вот прям знаете Такое То есть Контент Разнообразный Был Вот прям Знаете ли Где-то Около полугода назад Был прям вот Максимально Такой знаете ли Разнообразный контент Тут и разговорные ролики И все прочие ролики Там интервьюшки Какие-то были И все И там Но вот Что-то произошло Вот Знаете ли С переходом на СампРП Что-то поменялось Конкретно То есть Роликов стало выходить меньше И Ладно Мы же тут вообще не за этим Недооценен Но по факту же По 21 тысяча подписчиков Такой человек Такие ролики Качественные Там и превьюшки Там и все Там все круто вообще И И Не Почему Наверное потому что Вот знаете ли Найти свою аудиторию Когда-то такой знаете ли Конфликтный Такой знаете Ну хотя Англокс наоборот Не такой конфликтный Как я В общем-то Все равно Наверное поэтому У него там 21 тысяч 700 подписчиков У меня там 1300 Да потому что Ты выпускаешь Допустим Какой-то ролик С тобой люди соглашаются Подписываются на тебя Потом ты выпускаешь Еще один ролик С другой точкой зрения От тебя эти же самые люди Отписываются Поэтому аудиторию Набрать Когда-то вот такой вот Конфликтный Ее сложно Набрать Ее можно Набрать Разумеется Ангел Кассат Тому подтверждение И Ну Да Да Ну Тем не менее Недооцененный человек На его канале Можно найти Большое количество Вам разных Знаете Таких Поучительных Видеороликов Для Всяких Вот этих Вот Плебеев Для прочих Людей И Нелюдей Тоже Да То есть Ну Вот Максим Знаете Гениев Гениев Уже Какой раз Говорю Их постоянно Недопонимают Вот И вот После смерти Гения Очередного Люди Вот начинают Задумываться Ебать Так это же Человек Такие умные Мысли Он же такой Охуительный Бл***ь А мы То б***ь Мы Проебали Человека Такого Пиздец Он умер У нас На глазах Практически А мы Бл***ь Что Что произошло Как так Вышло Нахуй Это же Не смешно Ребят Это Не смешно Уже Бл***ь Ой И Ну да Ну да Вот Именно так Все это Получается Но Давайте Не будем Заостряться На одном Вот этом Вот месте Разумеется Второе место Тоже такое Почетное Сейчас У нас Будет Самый 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 Недооцененный Человек В GTA Самп Ютубе Я не знаю Кого он так обидел Возможно он жизнь так обидел Да Что он Настолько Недооценен Первое место Скандал О Кацуке 29 тысяч Подписчиков За Ну в общем то Не важно за сколько Канал создан В 2013 году Но если посмотреть на Видеоролики На то Как они сделаны На то Как они поданы На то Что там вообще Такое происходит В этих вот самых Видеороликах На то Какое там по Эстонии Разумеется Это еще один Самповский Слидан Большинство людей Как-то знаете ли Косят под Слидан Добавляют какие-то Свои фишки Вот скандалы Кацуки Это наверное Такой знаете ли Слидан С большим количеством Монтажа Вот прям Вот я прям Не знаю Скандалы Кацуки Прям ну вот Гений Гений Да у меня Он Знаете Мне кажется Он связался не с теми Людьми просто Ну а вот Что было бы С теми людьми не связался Да еще бы меньше Наверное подписчиков Было бы Потому что о нем Все узнали То от кого От тофика Дипсайза А неизвестно Что было бы Да возможно У него бы сейчас было Не 29 тысяч подписчиков А 10 тысяч Но он Выпускает ролики Очень редко Наверное это связано С тем что у него Пиздец там Какой монтаж И Ну все равно Как бы его Алгоритмы Ютуба Съели Потому что Когда ты выпускаешь Блять Один ролик Там в 2-3 месяца Тебя съедают Алгоритмы Ютуба Ты должен Блять Если не каждый день Ролики выпускает Хотя бы Я не знаю Ролика 3 в неделю 4 5 Да чем больше Тем лучше А человек выпускает Один ролик Там раз в 3 месяца И канал как-то Ну слабовато растет Поэтому Скандал о Кацуке Официально Самый Недооцененный GTA Самп Ютубер Я думаю С этим даже Верхушка GTA Самп Ютуба Спорить не будет В общем-то Ставьте лайки Под данный видеоролик И Вполне возможно Выйдет Топ Переоцененных Ютуберов GTA Спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока